Добрый вечер, уважаемые телезрители! Как всегда, по понедельникам в половине восьмого вечера вы смотрите проект «Консилиум» — главный одесский проект, посвященный теме медицины и здоровья. Почему главный проект? Потому что мы в каждой передаче прибегаем к тому, чтобы довести вам мнение 8 или даже 10 лучших одесских врачей по поводу какого-то конкретного заболевания. И, кстати, скажу вам, что уже много заболеваний мы прошли, поэтому если вы человек среднего возраста или даже старше и периодически болеете, пожалуйста, посмотрите один из выпусков нашей программы, посвященный вашему заболеванию. Уверен, узнаете много ценной, полезной, а самое главное — современной информации. Итак, сейчас я хочу представить тех, кто будет участвовать в сегодняшнем консилиуме, и попрошу это сделать мою соведущую Диану Шумейко. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, дорогие телезрители. Итак, экспертами сегодняшнего выпуска стали гинекологи и онкогинекологи в медучреждении города и области. А именно, Валентина Анатольевна Вихристюк, Андрей Игоревич Рыбин, Леонид Арнольдович Товштейн, Наталья Валерьевна Гофийчук, Светлана Владимировна Тимофеева. Доктора представляют клиника Интасана, а также Одесский областной онкологический диспансер, клинику семейного врача Медея и роддом номер один. Также к экспертам в студии присоединятся наши гости, и сейчас самое время познакомиться с первым из них. Александр Иванович Марченко, заведующий онкогинекологического отделения Одесского областного онкологического диспансера, главный внештатный онкогинеколог Одесской области. В онкодиспансере работает с 1990 года. Это медучреждение было его первым и по сей день остается единственным местом работы. Начинал свою трудовую деятельность в диспансере, еще будучи студентом Одесского медицинского института. За годы работы у Александра Ивановича собралась тонна архива истории больных и настоящая армия молодых последователей, хирургов, поскольку сам является практикующим хирургом более двух десятков лет. Работу в области онкологии считает своим боем с заболеванием, а победой – продление жизни человеку, который столкнулся с недугом. Кредо доктора – много помогать больным и мало об этом говорить. Перед тем, как представить нашего следующего гостя, хочу напомнить, что мы выходим в прямом эфире, и все интересующие вас, дорогие телезрители, вопросы вы можете задавать нам, дозвонившись по телефону 718-6191. Со второй нашей гостью в студии телезрители могли познакомиться в предыдущих выпусках программы. Это гинеколог клиники Интосана Татьяна Милетьевна Гринкевич. На прошлой неделе нам удалось понаблюдать за ней во время проведения тяжелой, сложной хирургической операции. Как эта хрупкая женщина справляется с такой тяжелой профессией, предлагаю посмотреть в небольшом досье. Татьяна Милетьевна Гринкевич – кандидат медицинских наук, врач-гинеколог высшей категории, практикующий хирург. Окончила Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова. Из 17-летней трудовой деятельности более 7 лет ежедневно проводит в хирургическом отделении клиники. Бригада хирургов во главе с Татьяной Милетьевной, выполняя порой сложные многочасовые лапароскопические операции, спасает жизни прекрасной половины человечества – матерей, жен, дочерей. В среднем в день доктор делает две большие и две малые операции. Положительные результаты придают ей новые силы в борьбе с недугами пациенток. Работает в Интосане с 2012 года. Ну что ж, вот такие замечательные у нас сегодня гости. И вот как раз мам, жен и дочерей мы предлагаем вам остаться у телевизора. Мужчин можно отослать, хотя если они захотят посмотреть нашу сегодняшнюю передачу, пускай смотрят. Это им тоже важно, потому что сегодня мы будем говорить об очень серьезной теме. О заболевании, которое настолько распространено среди женщин, что даже, ну, я думаю, что наши гости смогут. Мы будем говорить о патологиях слизистой оболочки шейки матки, которая своим результатом, если женщина ведет себя недолжным образом, прямым своим результатом, имеет рак шейки матки. И есть четкие совершенно способы рекомендации того, как этого рака избежать. Правда, доктор Айн? Да, совершенно верно. Вот это именно тот вид рака, насколько я понимаю, которого практически со стопроцентной вероятностью можно избежать, правильно себя ведя в жизни. Да, абсолютно правы. Вот, в отличие от других. Итак, перед тем, как мы приступим к обсуждению этого важного вопроса, давайте посмотрим новости Одесской медицины за прошедшую неделю, а потом приступим. На прошедшей неделе клинику Интасана посетил руководитель сомнологического отделения клиники Шарите в Берлине профессор Инга Фитце. У меня в Одессе друзья и коллеги в Интузане, в университете. И еще одна причина – это компания Укротелемед. Это компания, которая открывает первую лабораторию после сомнологической лаборатории в Украине. В клинике Интасана профессор встретился с коллективом сомнологического центра, оценил уровень лечения пациентов, которые столкнулись с проблемами сна. Как я видел, здесь даже лаборатория, где исследуют сон. И это одна из двух или трех лабораторий в стране. Я не точно знаю, но не так много специалистов в стране. Кроме того, профессор Инга Фитце подчеркнул, что многолетний опыт специалистов Интасаны в области лечения апноэ уникален. Поэтому пригласил докторов посетить клинику Шарите в Берлине, поучаствовать в форуме по обсуждению методологических подходов к нарушению сна и их значению в оценке здоровья. Около 60 человек в январе 2014 года проходили курс лечения в стационарном отделении Одесского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Кроме того, заведующее отделение Виктор Степанович Гойдек в рамках проекта «Телемедицина. Кабинет доверия» провел 54 консультации. Из них 50 докторов города и области, 4 пациентов. Рекомендовал госпитализацию более полсотни больным. За прошедшую неделю большая детская семья пополнилась почти на 264 малыша. Сильная половина по-прежнему удерживает лидирующие позиции. Так, мальчиков родилось 140, а вот девочек – 124. Среди появившихся на свет одесситов было две двойни. Пилотный проект по регулированию цен на препараты от гипертонической болезни в 2014 году будет продолжен. Следует отметить, что жители области, которые стали его участниками в 2013-м, сэкономили на лекарствах около 5 миллионов гривен. Пациенты могли приобретать порядка 340 медпрепаратов по скидочным ценам. По некоторым из них покупатели оплачивали всего лишь 10% стоимости. Как отметил директор Государственной службы по лекарственным средствам в Одесской области Алексей Лемар, стать участником пилота очень просто. Прийти на прием к врачу. Больше ничего не нужно. Врач назначает обследование, ставит диагноз, назначает лечение, выписывает рецепт. По рецепту больной приобретает лекарства со скидкой в любой аптеке, расположенной в помещении поликлиники. К слову, в прошлом году по области в проекте участвовало почти пять сотен аптек. Докторами было выписано более 100 тысяч рецептов, а вот отоварен лишь каждый третий. Финансирование по этому проекту в 2014 году увеличено. Новая энтоскопическая хирургическая стойка для проведения лапароскопических операций приобретена клиникой Интосана. Активное внедрение современных технологий позволит медучреждению улучшить качество проводимых хирургических вмешательств, уменьшить продолжительность сложных малоинвазивных оперативных вмешательств. Косметичность, низкая травматичность и быстрая реабилитация – главная задача современной хирургии. Ведь во многих случаях именно доступ, а не объем вмешательства определяют общую переносимость операции, темпы выздоровления, срок восстановления трудоспособности. Новая энтоскопическая хирургическая стойка позволит осуществлять все операции, которые проводились полосным методом, через маленькие отверстия, делая хирургическое вмешательство более щадящим. Ведь в клинике Интосана еженедельно проводится минимум 30 операций, из которых половина – лапароскопические. Ну что ж, вот такими были новости о детской медицине за неделю. Было несколько приятных событий для пациентов, которые хотят хорошо обслуживаться. Ну а сейчас я по традиции обращаюсь к нашим гостям с вопросом. А что в их рабочей жизни было заметным за прошедшую неделю? Что стало событием недели для них? Если позволите, сначала к даме. Итак, Татьяна Милетьевна, что на этой неделе? Мы с вами виделись неделю назад, но вот на этой неделе что было интересного? Ну на этой неделе была очень интересная операция. Вы были свидетелями этой операции. Проведена успешно женщина в удовлетворительном состоянии, выписана домой. Операция называется экстерпуазия матки. Выполнялась чисто эндоскопическим методом, что очень нас радует. И таким образом женщина всего в клинике пробыла трое суток. И реабилитация ее, конечно же, будет намного меньше, чем тем женщинам, которые выполняются такие же операции другим доступом. Это радует. Я понял, спасибо. Доктор, в вашей жизни что было заметным за прошедшую неделю? За прошедшую неделю хочется отметить, что одна из моих пациентов, которая 4 года назад была выполнена в органах, сохраняющая оперативное лечение по поводу заболевания шейки матки на прошлой неделе, она благополучно родила здоровую, красивую девочку. Вот это отличная новость для доктора. Ну что ж, вот с такими хорошими новостями мы начинаем серьезную тему. И давайте для начала, вот сегодня мы перед программой обсуждали с врачами, немножечко готовились к разговору. И Татьяна Милетина сказала, да женщинам на нынешний момент не нужно говорить, женщинам нужно показать. И начнем мы с того, что покажем сначала того вот маленького врага, который приводит сначала к патологиям шейки, слизистой шейки матки, а потом, возможно, к раку, если не лечить. И сейчас я попрошу показать короткий маленький фрагментик, который показывает нам вирусы папилломы человека. Давайте посмотрим. Папилломы вы увидели. Это мы увидели их у мужчин, я так понимаю. Но это максимальные последствия, которые этот вирус у мужчин вызывает. Можете себе представить? Все, больше никаких страданий. А вот у женщин приводит совершенно другим последствиям. Сейчас я попрошу показать еще маленькое видео, которое показывает слизистую шейки матки сначала в нормальном состоянии. Доктора, помогайте. Вот мы видим дисплазию, да? Патологию шейки матки. Это патология шейки матки. И вот это уже... Похоже, подозрение, да? Тяжелая дисплазия, возможно, с участвованной амминициацией. То есть фактически уже такое предраковое состояние. Это и есть предраковая дисплазия. Дисплазия, да. Тяжелая степень, это предраковое состояние тоже есть. Давайте так проясним сначала. Как я понимаю, уважаемые телезрители, все вы получали травмы на коже. Да? Кожа, ссадина, царапина, заживает. Заживает с корочкой, потом покрывается кожей. А у женщин внутри, там не кожа, там слизистая оболочка. Очень тоже сложное образование. Так вот, когда организм женщины сталкивается с агрессивным внешним миром, с инфекциями, с отравлениями, токсинами, с нарушениями гормональными, то эта слизистая может нарушиться, как раз ссадина. И когда на место нормальной слизистой оболочки приходит изменённая ткань, которая не совсем выполняет функцию, это уже дисплазия, правильно? Да. Такой у нас ликбез. А вот на место ткани, которая не совсем выполняет свою функцию, может прийти ткань, которая совсем отказывается подчиняться организму. Это рак. Поэтому давайте мы приступим сейчас к теме нашего разговора. И первый вопрос, который мы предложим зрителям и ответить докторам, это факторы, которые приводят к появлению патологии шейки матки. Давайте сначала посмотрим записанные интервью одесских врачей. Прежде всего, это особенности половой культуры, потому что основная причина на сегодняшний день развития предраковых состояний шейки матки и рака во всём мире, это доказанный факт, это вирус папиллома человека. К факторам риска развития относятся большое количество. А на акцент я бы сделал на такие принципиальные вещи, как носительство вируса папиллома человека. Ещё один из факторов риска – это хронические воспалительные заболевания женских половых органов. Это заболевания, передаваемые половым путём. Это торш-инфекция. Воспалительные заболевания, передающиеся половыми путями, воспаление органов малого таза, а также травматические повреждения слизистой. К факторам, которые усугубляют это, это состояние организма, а именно изменение гормонального фона, снижение иммунитета, снижение сопротивления организма к различным инфекциям. Больше подвержены этим проблемам женщины, имеющие неурегулированную половую жизнь, многочисленных половых партнёров, нарушающие какие-то санитарные, общеэлементарные принципы личной гигиены. Если говорить о неправильном поведении, которое может способствовать появлению проблем слизистой шейки матки и влагалища, это раннее начало половой жизни или частая смена партнёров. Следует отметить, что риск проблемы, патологии шейки матки увеличен у тех женщин, которые реже, чем раз в год посещают гинеколога. Вот скажите, пожалуйста, правда ли, что практически любая женщина, которая вступила какое-то количество лет назад в половую жизнь в отношении с мужчинами, является носительницей, но одновременно десятка и более штаммов вируса папиллома человека? Доктор. Может быть, действительно такое, потому что даже один половой контакт с мужчиной, который является носителем вируса папиллома человека, имеет очень большую контагиозность, и поэтому мы говорим, что даже один половой контакт уже женщина может заразиться и носить. Но не обязательно заболеть раком шейки матки. Или это не обязательно приведёт к патологии шейки матки. То есть вот такого вот понятия «всё, вирус папиллома человека», если даже и выявлен, то он не обязательно приведёт к этой патологии. Для этого должны быть другие условия. И если перечислить все те условия, о которых вы задавали докторам, то, конечно, я с ними согласна, что и инфекции, передаваемые половым путём, и травматизация шейки матки во время каких-то манипуляций. Те же аборты, травматизация во время родов, манипуляции, выскабливания, гормональное несоответствие, частая смена полового партнёра, раннее начало половой жизни, когда у девочки нет той защитной системы, которая сформировывается до 18-20 лет. А также те иммунодефицитные состояния, о которых мы говорим при других вирусных заболеваниях, а также гепатит, СПИД и так далее. Спасибо большое. Скажите, а вообще, как вы думаете, вы, наверное, информированы, вы даже не думаете, какое количество женщин и мужчин вообще, какой процент, какая доля, носят в себе вирусы папиллома человека? Это очень сложно сказать. Можно сказать только одно, что практически любой человек встречался с вирусом папиллома человека, но в силу своих иммунной системы этот вирус иллюминировал из организма, его нет в организме. И хочется сказать одно, что не все инфицированные вирусом папиллома человека могут заболеть раком шейки матки, даже тяжёлой дисплазией. К этому, как уже сказала коллега, должны быть ещё определённые условия. И хочется также сразу сказать женщинам, что рак шейки матки не возникает спонтанно. Это механизм, довольно-таки длительная реакция организма, часть этих перерождений, эпителия, которая может длиться до 3-5 лет. И за эти 3-5 лет женщина обязана быть санирована и не привести себя к развитию рака шейки матки. Вот. Мы ещё на прошлой передаче упомянули тему того, что большое количество наших женщин, оказывается, не ходят к гинекологу не то, что год-два, а 3-5-7 лет не посещают врача. А именно регулярное посещение является залогом того, чтобы вы были здоровы, чтобы вы не умерли рано. Хорошо. Давайте... Итак, ну всё-таки, предположение мы можем сделать, какая часть населения носит себе вирус? Некоторые его... Я думаю, 80-90% является носителем, потому что он очень контагенозный. В той или иной форме. Да, в той или иной форме я согласен. То есть почти что как вирус герпеса, он есть почти что у каждого человека? Да. И далеко не у всех приведёт к патологии? Ну и далеко не у всех приведёт к патологии. То есть, по крайней мере, мы с вами... Что точно так же, как вокруг нас с вами живут собаки и кошки, живут также вирусы папиллома человека или ещё какие-то другие, мы всё время с ними контактируем. Хорошо. Следующий вопрос, который мы обсудим, это насколько часто встречаются... И мы будем поражены информацией. Насколько часто встречаются патологии слизистой оболочки шейки матки? И какая социальная группа и возрастная группа женщин наиболее им подвержены? И снова добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире первого городского телевизионный проект «Консилиум». Сегодня мы, я надеюсь, с большим количеством женщин этого города обсуждаем тему патологии слизистой шейки матки. очень распространённая, к сожалению, патология среди женщин, и мы хотим сделать что-то для того, чтобы у вас было меньше рисков и меньше страданий. Итак, вопрос... Да, до того, как мы сейчас приступим ко второму вопросу в обсуждении, я хочу сказать, что у нас, конечно же, как всегда, есть интерактив, и мы хотим узнать ваше мнение в бесплатном телефонном голосовании о том, нужно ли вакцинировать девочек от вируса папиллома человека. Нам нужно... Вот мнение мамочек и бабушек, нам очень важно узнать, для того, чтобы понять, какой процент женщин согласен, что девочек нужно вакцинировать, какой нет. Варианты ответа следующие. Первый. Нет. Бесполезно вакцинировать. Второй ответ. Да, нужно вакцинировать. Это уберегает от онкологии. И третий вариант ответа. Не знаю. Мало информации. Пожалуйста, на протяжении всей программы звоните нам, и, пожалуйста, оставьте свое мнение. Ну что ж, мы переходим ко второму вопросу. Насколько часто встречаются эрозии и дисплазии, и какая возрастная или социальная группа женщин наиболее подвержена риску такой патологии? И сначала ответы одесских врачей. Эрозия и дисплазия шейки матки составляют примерно процентов 30-40 от патологии общей шейки матки, именно если мы об этом говорим. Возрастная категория это молодые сексуально активные женщины. В репродуктивном возрасте, как правило, и возникают диспластические процессы. Крайне редко они встречаются в пере, в менопаузальном и в постменопаузальном периоде. В основном это лица среднего возраста. акцент на я бы сказал, от 20 до 40 лет. В среднем возрасте у нас 20-35 лет проблема дисплазии шейки матки и 35-45 лет это проблема рак шейки матки. Те состояния цервициты, эндоцервициты, экзоцервициты, те же эрозии, эктопии, дисплазии на сегодняшний день мы видим как у рожавших, так и у нерожавших женщин. Сейчас возраст поменялся на 27-28 лет. То есть проблемы с шейкой помолодели. Если говорить о социальных группах, женщины, которые не уделяют внимания личной гигиене или женщины, часто рожавшие, это тоже категория, которая подвержена патологии шейки матки. Встречаются разные социальные группы, но тем не менее, если говорить о факторах риска, то конечно рак шейки матки и предраковое состояние это проблема развивающихся стран. То есть в странах Европы и в развитых индустриальных промышленных странах это заболевание встречается намного реже. Вот у меня есть информация, я сейчас попрошу наших экспертов в студии подтвердить или опровергнуть ее. Вроде как еврейские женщины еще какое-то время назад вообще не страдали раком шейки матки. Доходило ли такие слухи до вас? Как доктор? Слышали что-нибудь такое? Слышала. Так, и что говорят, если можно, Александр Иванович? А почему? Наверное, половая культура не была частой смены, не была сменой половых партнеров, не было инфицирования вирусом по эпилому человека, так как в Италии было проведено арабдомизированное исследование, где обследовали более 25 тысяч монашек ни у одной, к сожалению, к счастью, не выявили ни рака шейки матки, ни вируса по эпилому человека. Итак, уважаемые телезрительницы, стабильность в отношениях с мужчинами и я знаю, что еще вот такую дополнительную информацию подбросим зрителям. Волки сходятся, волк и волчица сходятся только один раз в жизни. Если они теряют друг друга, то потом второй раз пару не образуют. Так вот, подобного рода поведения среди людей возможно тоже имеет смысл. Оправданной биологией это ваша гарантия от того, чтобы заболеть раком. Хорошо. Что можно добавить к мнению врачей? Татьяна Милетина. Я согласна со многими мнениями врачей. Хочу сказать, что я немножечко поправлю. Есть два состояния, на которые нужно обращать внимание. Это фоновые заболевания и предраковые заболевания. К фоновым относятся вот то, о чем вы говорили. Эрозии, псевдоэрозии, полипы, шейки матки, лейкоплакеи, выворот шейки матки, эрозированный эктропин и так далее. А уже к предраковым заболеваниям это дисплазия относится. Разница между ними какая? Фоновые заболевания, они представлены тканью, которая нормальная, неизмененная клеточную структуру имеет. Просто эта ткань или гипертрофированная, гиперплазированная, или находится не на своем анатомическом месте, где должна находиться. А вот уже предраковые заболевания дисплазия, это клетка уже измененная. Просто насколько глубина изменения этих клеток, мы говорим о тяжести предракового заболевания. И женщины должны понимать, что если говорят фоновое, а с нормальными клеточками, не всегда нужно пропускать и не обращать на это внимание. и доктор, к которому вы приходите, она обязательно скажет, вот это состояние нужно наблюдать, а это нужно уже лечить. Я понял. Доктор, добавите что-нибудь? Исчерпывающее. Тогда добавим к следующему вопросу. Вот нам очень хочется передать вам информацию о том, что за страшными словами эрозия, дисплазия на самом деле... Эрозия, нет такого понятия эрозия. Эрозия это, грубо говоря, это травмированная шейка матки. С нее просто напросто сняли слизистую. Такое бывает крайне редко. Это травмы какие-то. А все это, что говорил Милентин, это экстопии, полипы, рубцовая деформация, уволеноботи. Это все эрозия истинная. Не каждый врач ее в своей практике видел. Итак, мы говорим о целой цепи состояний от нормальной слизистой до какого-то тяжелого поражения, которое проходит через ряд травм, каких-то других... Травмы, да. Когда было рассечение шейки матки во время потужного периода, уши, валость, образуются рубцы, это такие состояния, которые требуют тоже коррекции, которые в дальнейшем не будут приводить ни к дисплазиям, ни к эктропиямам. Вы не представляете себе... Самые жаркие баталии на самом деле на телевидении разгораются как раз в тот момент, когда мы исчезаем с ваших экранов и вот здесь начинаем обсуждать между собой. И на самом деле эти баталии происходят вокруг одного. Удивительно, что женщины позволяют себе так затягивать с походом врачу. Я так понимаю, что... Вот две вещи мы обсудили. Многие женщины считают, что после 65 лет не нужно ходить к гинекологу. Доктор, развеете? Да, безусловно. Каждая уважающая себе женщина должна один раз в году, в Советском Союзе было один раз в полгода, но уже сейчас хотя бы один раз в году посетить своего гинеколога, где будет проведен осмотр, онкопрофосмотр, который будет заключаться не только в том, чтобы посмотрел гинеколог на кресле и взял музыку. Нужно посмотреть ротовую полость, слизистые, периферические лимфовые узлы, кожу, щитовидную железу, молочные железы, прямую кишку, это говорит о том, что проведен полноценный онкопрофосмотр, и обязательно он должен быть закончен тем, что будет взят мозог с поверхности и с внутренней части шейки матки для исследования на онкоцитологии. Только в этом случае женщина при всем выполненном всех этих мероприятиях может спать спокойно в течение года, и она должна изыскать один день в году, чтобы посетить своего гинеколога. Уважаемые телезрители, обратите внимание на мнение главного онкогинеколога Одесской области. Итак, ваш поход к гинекологу регулярный должен включать не просто мазок. Доктор должен посвятить вам определенное время исследовать ваши лимфоузлы, посмотреть слизистые рта, провести другие исследования, всю вас посмотреть, и только частью этого осмотра является мазок. Обратите на это внимание, посещайте только таких докторов, которые вот так себя ведут по отношению к нам. Найдите себе такого доктора и идите с ним как можно дольше, наблюдаясь у одного врача. Ну хорошо, многим докторам доводится объяснять, в чем все-таки есть эрозия или нет. В бытовом мире довольно часто зрители называют понятие все-таки эрозия, оно распространено, поэтому мы спросили одесских врачей, в чем же разница между эрозией и дисплазией, посмотрим, как они объясняют это своим пациентам. Эрозия это понятие устаревшее, грубо говоря, это травматическое поражение шейки матки. Есть термин эктопия шейки матки, это нарушение целостности эпителия, то, что, к сожалению, многие врачи говорят пациентам под термином эрозия. Существует истинная эрозия, существует ложная эрозия или псевдоэрозия. мы должны понимать, что эрозия шейки матки могут возникать на фоне хронических или острых воспалительных заболеваний шейки матки либо влагалища. мы можем понимать, что эрозия могут возникать на фоне гормональных каких-то нарушений. Когда говорим эрозия, на самом деле это псевдоэрозия или эктопия цилиндрического эпителия. Это фоновое состояние, которое, возможно, просто подлежит наблюдению и даже не всегда мы как-то лечим это состояние. Общепринято термин эрозия это то состояние, которое, или эктопия, его еще называют, то состояние, которое есть у девочек до 25 лет. Оно очень часто связано с гормональной недостаточностью, имеет действительно вид красного пятна, однако при цитоморфологическом исследовании не имеет каких-либо патологических отклонений. Основной момент это цитологические либо гистологические признаки предраковых состояния, именно дисплазии. Когда мы говорим о дисплазии, это несколько иной процесс. Это нарушение клеток. Структура слизистой шейки матки изменяется. Дисплазия рассматривается как предраковое заболевание. Все то, что уже при осмотре кольпоскопом, при применении проб, которые мы применяем при кольпоскопии, все то, что имеет патологические клетки, патологические изменения, уже не может называться эрозией, а называется в зависимости от степени морфологических изменений. Например, дисплазия. Эрозия шейки матки это нарушение целостности слизистой оболочки шейки матки. А дисплазия это структурные изменения клеток слизистой оболочки шейки матки. Я надеюсь, многие женщины уяснили себе разницу между такими начальными стадиями патологии и поняли, что слизистая потихонечку в результате вашего взаимодействия с агрессивным окружающим миром потихонечку меняется. И там, где было какое-то поражение, может нарасти другая слизистая, чуть менее послушная вашему организму. А потом еще какие-то клетки, которые еще менее послушны. И так до клеток, которые старые врачи называли дикое мясо. Рак называли раньше врачи дикое мясо. Это то мясо, которое просто растет, не подчиняясь вашему организму. До стадии дикого мяса идет очень длительное время. Итак, для очень многих женщин актуален вопрос, когда можно за своим здоровьем ухаживать, леча какие-то фоновые болезни, либо когда нужно начинать лечить специфическим образом патологию шейки матки. Давайте послушаем сначала мнение врачей, которые мы записали, а потом вернемся к нашим экспертам на эту тему. лечения. может быть консервативным и оперативным. Консервативным методом мы относим различные противовоспалительные, например, курсы лечения, если речь идет о просто простом воспалении, эндоцервицид или экзоцервицид, может быть химическая обработка очагов поражения. А если мы говорим об оперативных методах лечения, они могут быть как лазерное воздействие, выпаривание очагов, может быть выпаривание азотом, жидким азотом, может быть электрообработка, радиоволновая обработка, аргоноплазменная. Консервативные способы лечения мы чаще всего применяем у нерожавших женщин, либо у тех, у которых впервые возникла определенная патология. К этим способам относятся местные воздействия, тампоны, свечи, ванны, аппликации. В нашем медицинском центре мы широко это применяем. А также следующий этап это восстановление нормальной флоры влагалища. К оперативным способам относятся любое воздействие на патологический очаг, на патологическую зону с целью его уничтожения. Сюда относятся радиоволновое воздействие, лазерное воздействие, либо криовоздействие. Если это обычная эктопия, это выбирается более щадящий метод, если там идут диспластические изменения или уже как бы не звучит дисплазия, интерпетолиальная неоплазия разной степени, выбирается метод, начинается с устранения фактора, который привёл, с дальнейшим хирургическим лечением, если не поддалось консервативной терапии. А также подбирается в зависимости от возраста женщины. Нерожавшим предпочтение отдаётся азоту и лазерной обработке, потому что после таких курсов лечения появление рубцов минимальное. Если женщина рожавшая, у них обычно идёт травматизация послеродовая шея к матке, тогда просто такой лёгкой обработки недостаточно. Приходится иногда иссекать эти рози. Тогда мы даём предпочтение радиоволновой. Это считается самый современный метод. Когда речь идёт о дисплазиях первой и второй степени, тактика имеет характер консервативный, дисплазии третьей степени подлежат хирургическому лечению. Более того, дисплазии третьей степени подлежат хирургическому лечению только в онкологических стационарах. Если это лёгкая дисплазия или просто фоновая патология, то, что вы сказали, эрозия, электопия, лейкоплакия, шейки матки, в таком случае можно попытаться консервативно пролечить нормализацию биоциноза, влагалища, криоабляции мы эффективно применяем. Достаточно эффективные методы лечения. При наличии более тяжёлой предраковой патологии, дисплазии, умеренной, тяжёлой степени в сочетании с какими-то к примеру эрозированными эктропионами и так далее. В таком случае выполняется тоже органосохраняющая диетермоэлектроконизация шейки матки с хорошим эффектом и обязательно последующей противовирусной терапией. Сказать, какая эффективнее трудно, потому что индивидуально каждой женщине мы подбираем тот метод, который необходим. Вот, такие звучали названия, которые для ушей обычной женщины могут звучать очень жёстко, но мы говорим на самом деле о женщинах, вот только что мы упоминали, которые не отваживаются сходить к гинекологу раз в год, а тут им говорят крио, радио, лазер, можно испугаться. Так вот, я хочу сейчас к экспертам в студии обратиться именно с таким вопросом. До какой степени, какое время женщина может заниматься как раз консервативным лечением, наблюдаться у врача и где та граница, после которой нужно прибегать ко всем этим крио и радио и лазерам. Александр Иванович, если можно. Боже, значит, вся патология тяжёлая, дисплазия подлежит, согласно приказу Министерства здравоохранения, подлежит лечению в специализированном лечебном учреждении, которое на сегодняшний день в Одесской области два имеют лицензию на оказание онкогинекологической и общей онкопомощи населению это клиника медуниверситета и Одесский онкодиспенсер. То есть, женщина с тяжёлой дисплазией обязательно проходит лечение в онкоклинике. Пациентки с лёгкими дисплазиями, с дисплазиями степени тяжей жизни наблюдается лечиться у своего гинеколога по месту жительства. И все эти методы, которые озвучили коллеги, совершенно правильно было сказано, выбор метода лечения проводится индивидуально в зависимости от рожала девочка детородного возраста. Что нужно ей сделать? Хорошо, я всё-таки попытаюсь настоять на ответе на вопрос. Молодая женщина, девушка, возникла какая-то патология слизистой шейки матки, пока её называют какая-то... Милочка, у вас умеренная эрозия, дисплазия. Сколько ей можно лечиться? Три месяца, полгода? Сколько ей можно заниматься такими мелкими воздействиями на своё здоровье? Консервативная терапия до двух месяцев. Если, к сожалению, консервативная терапия не приводит к эффекту, значит, переходит к более агрессивным методам лечения. Это или, как было сказано, азототерапия, лазеротерапия, коагуляция радиоволновает. Да, более современный. Тогда у меня вопрос. Я так понимаю, многие доктора сейчас до сих пор продвигают азотную криотерапию, то есть выжигание места поражения азотом. Доктор, вопрос к вам. Этот метод действительно а? Действительно ли быстро заживают, оставляя мало рубцов или всё-таки нет? И какие из современных методов работают лучше? Подход к методу, когда мы уже решаем вопрос о хирургическом методе лечения, конечно, индивидуальный. Если доктор предлагает криотерапию, это, конечно же, те фоновые заболевания, которые требуют не консервативной, а, скажем, уже более серьезной решения. То есть, возможно, это та же эктопия цилиндрического эпителия урожавших женщин, мы говорим, это эктропион, или это другое заболевание, которое всё-таки требует дополнительной терапии. Отрицательный момент, это моё мнение, этого метода какой? Мы не можем контролировать ту глубину повреждения тканей, которую бы, вот, надо было бы контролировать, мы её не видим. То есть, мы прикладываем насадку с жидким азотом, происходит замораживание тканей, и это всё идёт, ну, интуитивно, могу так сказать, всё-таки интуитивно. То есть, очень сильно зависит от рук врача, как он прикоснулся, на какое время прижал. Да, то есть, это всё-таки идёт субъективное мнение доктора, которое работает. А вот, действительно, сама процедура и шеи коматки заживает в течение трёх-шести недель, в зависимости от той глубины, с которой работал доктор. Эпитализация идёт хорошая, достаточно, если доктор действительно смог забрать этот участок патологический, и рубца не образуется. Действительно, этот метод мы даём и говорим женщинам, которые не рожали. Но мне больше нравится лазерная терапия, хотя тоже плохо контролируется участок. И вот радиоволновая и аргоноплазменная аблация. Почему скажу за аргоноплазменную аблацию? Потому что метод контролируемый. Режимы, которые выставляются, я работаю немножечко на этой аппаратуре, немножко работаю, я могу сказать, что здесь мы можем контролировать глубину и площадь прижигания, скажем так, с которой мы работаем. Контролируем и мы видим, потому что это идёт выпаривание патологической ткани, глубина проникновения подлежащей ткани изменения 0,3 мм. А когда мы говорим о других методиках, всё-таки глубина там немножечко больше, вот ткани, которые мы как бы их не видим, а не хотим изменить, но они же всё равно изменяются, подлежащие. Согласитесь, доктор? Я не соглашусь, потому как я онколог. Для онколога важен хирургический край, гистологическое заключение, то, что, к сожалению, нету этих методов. Я прошу прощения, я добавлю, я с вами полностью согласна, это когда мы говорим о канизации. О тяжёлых гисплазиях, да. Но радиоволновая терапия имеет ещё и электронож. Поэтому и сечение патологического участка шейки матки мы можем проводить. И кроме того, даём возможность гистологу проследить край разреза. В пределах какой ткани? Здоровой? Или попали клеточки патологические? Нас интересует край резекции. Да. Край резекции должен быть без особенностей. Да. Тогда это... Вот, похоже, доктора между собой договорились. Итак, мы, давайте, всё-таки, мы подведём к тому, что крио применять можно. Можно. Метод довольно безопасный в руках опытного хирурга. Особенно у нерожавших женщин. Особенно у нерожавших женщин. Такой простой метод. Если патология сложнее, лучше искать какие-то другие, возможно, методы лечения. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, давайте подведём пока что итоги нашего голосования. Диана, как там наши люди, наши женщины считают, нужно вакцинировать, не нужно, или они не знают об этом? Касательно интерактивного опроса, хочу напомнить нашим телезрителям, что оно ещё продолжается. Каждый из вас может позвонить и дать свой вариант ответа. А телезрители, которые уже дозвонились, голоса у них распределились следующим образом. 90% женщин, которые к нам дозвонились, считают, что обязательно надо проводить вакцинацию против вируса папилломы человека, поскольку это может уберечь девочку от онкологических заболеваний. 7% считают эту процедуру бесполезной и 3% не определились, поскольку знают мало информации об этом. Это означает, что среди наших телезрителей довольно много информированных женщин. Посмотрим, как изменятся эти результаты в следующем блоке нашей программы, а мы будем освещать в нём следующие вопросы. Это существует ли доказанный способ лечения вируса папилломы и нужно лечить от этого вируса мужчин? Очень интересный вопрос, интересный наверняка многим. Обязательно ли всеобщая вакцинация против вируса папилломы или такая вакцинация нужна не всем? Это как раз соотносится к нашим вопросам. И как правильно вести себя мамам девочек подростков, чтобы максимально обезопасить своих дочерей от риска рака шейки матки? Это будет в следующей части нашей программы. Мы прерываемся ненадолго на небольшую рекламную паузу. И снова добрый вечер уважаемые телезрители в эфире первого городского телевизионный проект на тему медицины и здоровья консилиум и сегодня мы пытаемся уберечь одесских женщин от такого сложного заболевания тяжелого как рак шейки матки. Это единственная форма рака, от которой можно надежно практически 100% защититься, если женщина себя ведет правильно. Ну а правильное поведение, как мы выяснили уже с экспертами в нашей студии и с одесскими врачами, это визит к гинекологу как минимум раз в год и такой осмотр у гинеколога, который включает не просто мазок, а полноценную беседу врача с вами, осмотр всех ваших слизистых оболочек, ощупывание лимфатических узлов, все то, что должно входить в полноценный визит к врачу, и только к такому врачу нужно ходить. У нас остались интересные вопросы, которые посвящены профилактике и вакцинации. Вот сначала я хотел бы, знаете, мы пытаемся при помощи интерактивного вопроса выяснить отношение женщин к такой теме, как вакцинация против вируса папилломы, А вот мы еще сделали опрос женщин на Одесских улицах, женщин Одессы на эту тему. Давайте узнаем, насколько они образованы на тему патологии слизистой шейки матки и рака шейки матки. Слышали ли вы о вакцинации против вируса папилломы человека и нужно ли такую вакцинацию проводить? Слышала, я не слышала. Мне кажется, это мнение каждого человека. Ну, как бы, как кто хочет. Каждый должен решать сам. Ну, если существует, наверное, нужно. Ну, сомневаюсь, не знаю, нужно ли ее проводить. Рак шейки матки, он останавливается, да, когда делают вакцинацию. Вот. И я думаю, что это нужно, в общем. Я не знаю точно, что-то. О нем ничего. Пока, слава Богу. Вот. Но я думаю, что это надо, и все. Ну, что ж, похоже, женщины все-таки не очень хорошо понимают, нужна ли вакцинация, для чего она, что она помогает сделать. Давайте попробуем помочь на эту тему. Итак, вакцинация появилась довольно недавно, и еще совсем недавно практически усилиями государства попытались сделать так, чтобы практически каждая женщина была вакцинирована, по крайней мере, в некоторых государствах. Так, Александр Иванович? Да, в странах Европы, Скандинавии, Америки, да, это стоит национальной программой по вакцинации. У нас, к сожалению, этот вопрос довольно-таки очень еще находится в таком зачаточном состоянии, практически не изучен. Порядка пяти лет, не более пяти лет, как у нас появились эти вакцины. И такого ординарного мнения, особенно у онкологов, как бы нет. Есть такое одно мнение, что если вакцинировать, значит, если вакцинировать девочек, это 9-12 лет за 3 года до предполагаемого начала половой жизни. Это такое одно мнение. Второе мнение хотелось бы сказать по поводу вакцины. Для того, чтобы оценить эффект вакцины, нужно, чтобы прошло эти женщины, которые были вакцинированы, эти волонтеры, чтобы женщины, которые получили вакцинно-терапию, отследить их потом в дальнейшей жизни, какая заболеваемость среди этих, среди женщин, которые получили вакцины, были вакцинированы против вируса по эпилому человека, какая заболеваемость, какая заболеваемость в контрольных группах, тогда можно будет принять такое выводы. То есть пока что еще маленький срок. Маленький срок, к сожалению, да. Итак, мы тоже знаем, что большинство практических врачей относятся к вакцинации с подозрением, поэтому сейчас Татьяне Милетевне мы тоже зададим этот вопрос. Итак, по вашему мнению, кого нужно вакцинировать, и почему, и кого вакцинировать не нужно? Я абсолютно согласна с Александром Ивановичем о том, что вакцинация является профилактикой, и профилактику нужно начинать до начала половой жизни, для того, чтобы она сработала. Просто, чтобы объяснить женщинам, вакцина собой представляет ту среду, которая создает иммунитет к данным вирусам в организме женщины. Говорят пока о том, что этот иммунитет, если идет о цервариксе, 10-12 лет, но пока действительно только говорят, и вот таких достоверных исследований нет. Я хочу сказать, что прозвучало где-то там, что для женщины сама сказала, для лечения рака шейки матки. На самом деле противопоказан препарат уже при выявленном раке шейки матки. Не вводится, вакцинация не проводится, и не проводится также в тех случаях, когда у женщины есть любые другие вирусные заболевания в остром периоде, когда у нее высокая температура, воспалительное заболевание, в таком периоде, когда организм совсем не будет воспринимать, и мы можем даже только навредить. Все остальные состояния, в общем-то, хронические, если они не в обостренном виде, не являются противопоказаниями. И стоит вопрос о том, что некоторые системные заболевания тоже могут служить противопоказанием для ведения этой вакцины. А в общем-то, даже те женщины или те, которые имеют ВИЧ, да, мы говорим, с вирусом иммунодефицита, им даже показано. Вот здесь мы как-то, да, вот можем согласиться. Я хочу еще одно предложение мне добавить, к этому всему, чтобы женщины, наши аудитории, которые они слушают, они прекрасно поняли одну такую вещь, что если даже женщина вакцинирована против вируса папиллома человека, сорвали другой вакциной, это не говорит о том, что она может забыть о раке шайки матки, ей гинекологу ходить нельзя. она обязана также раз в год проходить цитологический онкопрофосмотр. Итак, уважаемые телезрительницы, пожалуйста, учтите во внимании, прежде всего, позиция, и тут эксперты согласны друг с другом, состоит в том, что если у женщины есть системные заболевания, если есть вирусные заболевания, какие-то процессы, ей ни в коем случае вакцину эту не нужно применять. Вакцину можно применять только девочкам до начала половой жизни. Я так понимаю, одно из сомнений, которое возникло в Соединенных Штатах, я слышал такую историю, было связано как раз с тем, что ребенку для осознанного введения вакцины нужно было спросить, начал ребенок половую жизнь или нет. Такой вопрос по американским законам, по культуре американского общества в адрес ребенка недопустим. И возникла ситуация, когда вопрос задать нужно, но задать его нельзя. Поэтому и вакцина становится уже необязательной, потому что ответа на этот вопрос от ребенка мы не знаем. Вдруг он уже начал половую жизнь и тогда ему вакцину нельзя. Вот такая сложная юридически-медицинская ситуация. отношения между дочерью и матерью. Вот это, кстати, очень важный момент. Отношения между дочерью и матерью доверительные являются самым ключевым моментом, пожалуй, вот в этом вопросе. Ну что ж, следующий вопрос. Давайте чуть-чуть вспомним о мужчинах. Все мы о женщинах, да, о женщинах говорим. Мы всю программу сегодняшнюю обсуждаем последствия вируса папиллома человека. Человек может носить в себе много штаммов этого вируса. Они могут не вызывать заболевания, а могут вызывать. Так вот, довольно часто врачи, узнав у женщины диагноз какой-то, связанный с поражением слизистой шейки матки, предлагают найти у ее полового партнера, у ее супруга найти этот вирус и мужика пролечить, чтобы у него этого вируса не было. И мы хотим узнать у врачей сейчас, существует ли доказанный вообще способ лечения, можно ли предлагать мужчине излечиться от вируса папилломы человека или этого не нужно делать. Смотрим записанные интервью, пожалуйста. для лечения вируса папилломы человека используют вакцинацию против вакцинации против вируса папилломы человека определенных штаммов, а именно высокоонкогенные, которые вызывают рак шейки матки. Есть доказанные методы лечения вируса папилломы человека, но нельзя здесь говорить о каком-то одном методе, потому что все это должно решаться в каждом конкретном случае. Доказанного метода лечения нет. На данный момент считается, что если человек приобрел вирус папилломы человека, ну, женщина конкретно, она останется носителем этого вируса, и когда мы назначаем лечение, оно обязательно должно назначаться, и женщина должна его проводить, цель нашего лечения остановить поражение вирусом здоровых клеток. Практической медициной признана эффективность препаратов, содержащих алоферон, с целью лечения папиллома вируса, с целью лечения вируса герпес первого-второго типа, вируса гриппа, а также вируса гепатита В и С. Эти препараты общепризнаны, они есть в аптечной сети, они имеют регистрацию и сертификацию. На сегодняшний день мы видим как клиническую результативность этих препаратов, так и наблюдаем уже отдаленные результаты у тех пациентов, которые их приняли. На сегодняшний день есть определенные препараты, есть определенные комплексные мероприятия по лечению вируса папиллома человека, но лечить его нужно лишь в том случае, если он несет в себе клинические проявления, а именно наличие дисплазии, наличие папиллома. переносчиком вируса папиллома человека от женщины к женщине является мужчина. Поэтому лечение и обследование мужчин это общепризнанный во всем мире критерий здоровья нации. Итак, мне кажется, что мнения врачей все-таки немножечко разделились. Некоторые считают, что лечить вирус папиллома не нужно, другие считают, что нужно лечить. На этом основываются, кстати, попытки заработать некоторых возможно не очень порядочных врачей. Вот скажите мне, сейчас вопрос к экспертам в студии, те врачи, которые предлагают пролечить мужчину, вылечить его от вируса папиллома человека при помощи модуляторов, стимуляторов иммунитета, такой способ лечения вообще правомочен, имеет право на жизнь или нет? Вам доктор сначала. Итак, насколько я знаю, и я не согласна мнениям последнего доктора о том, что мужчин нужно лечить и применять к ним иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Мужчины могут быть носителями. Если нет клинических проявлений, которые вы показывали в передаче в виде канзилом, папиллом, то такой мужчина абсолютно ему не нужно ни обследоваться, ни проводить какую-то терапию. Только в том случае, как вы показали наличие папиллом, канзилом. Всё. Если мы говорим о том, что молодого человека ничего не беспокоит, нету никаких разрастаний патологических участков, в общем-то он является здоровым молодым человеком. Как-то это выглядит даже по отношению к женщинам как-то несправедливо. Эти могут порхать, понимаете, как бабочки эти мужчины и разносить вирус папилломы. К сожалению, так. Переносят мальчики, болеют девочки. К сожалению, такая ситуация уважаемые женщины. Итак, а теперь всё-таки конкретный ответ. Александр Иванович, существует ли доказанный способ лечения вируса папиллома человека у женщин и у мужчин? Доказанных способов не существует. У мужчин, как сказала коллега, я полностью согласен, если нет никаких проявлений, это его обследовать и лечить, это просто бессмысленно. Ну, а у женщин, да, применяются препараты альфа-ликинового ряда, интерфероны, местная противовоспалительная терапия, которая даётся возможность иллюминации вируса у женщин. И так, как сказала коллега, что невозможно, есть такие ретимы, что вируса не находят. Если же женщина остаётся вирусоносителем, так она подлежит более частому наблюдению гинеколога и раз в полгода такая женщина должна посещать гинеколога и у неё должен проводиться забор материала на цитологическое исследование цервикального канала из поверхности шейки и матки. Спасибо большое. Вот вам серьёзный ответ на эту тему. Наблюдение почаще и есть способы помогать организму выводить вирус из организма. Ну что ж, мы в ходе нашей программы довольно часто приходим к очень простым истинам. Самая простая истина, которую мы трубим из программы в программу, это необходимость вашего визита к доктору хотя бы один раз в год. Полноценный визит к хорошему доктору. Ну а сейчас мы вернёмся всё-таки к теме душевного, интимного, доверительного отношения между мамой и дочкой. может быть одно ответим, что начальных симптомов, признаков рака шейки матки как дисплазии не существует. То есть на что-то, чтобы женщина могла обратить на что-то внимание. Когда уже появляется контактное кровомазание после полового акта, когда появляется лимфорея, когда появляется уже боль, это уже говорит о том, что процесс уже существует. Уже гораздо серьёзнее, чем стоило. Нет никаких симптомов рака шейки матки, так, чтобы женщина могла сама определить. Нет. Это посещение гинеколога, это онкопрофосмотр, это забор материала для цитатологического исследования. Даже начальные стадии рака шейки матки первая, а стадия визуально не видна глазами, да доктор её не видит, только при кольпоскопическом исследовании. То есть осмотр шейки матки под микроскопом, так грубо говоря. Итак, вы можете надёжно защитить себя от рака шейки матки. Для этого нужно раз в год ходить к настоящему хорошему врачу. Итак, наш последний вопрос был, как правильно вести себя мамам в отношении девочек-подростков, чтобы максимально обезопасить своих дочерей от риска рака шейки матки. Послушаем сначала ответы одесских врачей. Хлопотно мамам с дочерьми. И с каждым годом всё хлопотнее и хлопотнее. мама должна дочке рассказывать то, что мама рассказывает дочке. Мама должна рассказать своей дочери не только о всех прелестях любви и взрослой жизни, но и о некоторых отрицательных сторонах этой жизни. Поэтому очень важно, чтобы взрослый человек, а в лучшем варианте это именно мать, объяснила, если есть какие-то проблемы и предостерегла от каких-то шагов. Девочка должна понимать и знать, что если она вступает в сексуальную жизнь, то половой акт должен быть обязательно защищён. Чем позже начнёт девочка жить половой жизнью, тем для неё это будет лучше. И мама должна объяснить дочке, что если у дочки что-то пошло не так, либо у неё появились боли, либо недомогания, либо то, что она стесняется маме сказать, то она должна прежде всего прийти к маме. Потому что мама самый лучший учитель, лучший союзник. И несмотря на то, что мама обычно строгая у девочек, да, это у мальчиков мама добрая, а у девочек мама строгая. Всё-таки нужно довериться маме. А мама уже будучи мамой, то с человеком ответственной должна понимать, что если не всё понятно в состоянии здоровья ребёнка, то нужно обратиться к детскому гинекологу. Посещение доктора с началом половой жизни гинеколога не реже, чем раз в год. Обязательно сдача цитологических исследований. И я думаю, в таком случае всё будет у них хорошо. Хочу пожелать женщинам, чтобы они заботились о своём здоровье, а мамам, чтобы они прививали своим девочкам культуру здорового и правильного образа жизни. Вот видите, говорим на серьёзные темы, говорим с врачами, вроде всё такая медицинская. А выходим в конце программы на очень простые вещи, касающиеся того, что между мамой и дочкой должны быть предельно доверительные отношения, чтобы девочка рассказывала о своей жизни, а мама делилась с ней жизненным опытом. Александр Иванович, через многих, многих мам пропустили через себя и дочерей. Что вы скажете? Как добиться этого контакта душевного с дочерью? Это индивидуальный подход матери и дочери. Они должны быть, на мой взгляд, подружками, которые себе где-то сядут вечерком на диванчике, пошепчутся и расскажут друг другу всю правду, всю сущность всех проблем, всё, что у них случилось за день радостью поделиться, печалью. Но всеми своими мыслями дочка должна поделиться с мамой. И мама это самый хотя, как сказал Леонид Анатольевич правильно, у мальчиков мамы добрые, у девочек они серьёзные. Никто, как мама, это самый близкий родной человек не придёт на помощь своей дочери. Только мама расскажет, мама подскажет, мама решит, будет решать все эти проблемы, все, не дай бог, сложившиеся такие ситуации, заболевания. И только мама самый первый и близкий союзник дочери. Итак, уважаемые женщины, невзирая на то, что действительно мамы строгие, вы, наверное, тоже подтвердите, у девочек, как правило, мамы строгие, жёсткие вы или вы. Несмотря на строгость вашей мамы, девочки, разговаривайте с мамой, делитесь с ней, потому что ей это очень нужно. Татьяна Милетевна, пожалуйста, ваше мнение по поводу наилучшего способа, вот как вести себя с этими девочками. Я согласна с мнением докторов, что нужно быть строгой мамой, но мамой, которая и будет как подруга. И пусть мама сама является примером для дочери, что нужно ходить к гинекологу. Пусть она расскажет, как она ведёт свою жизнь, действительно научит правильной гигиене. Если она не знает какой-то информации, я думаю, что у любой хорошей мамы, у прекрасной жены, у любящей, у любимой женщины у неё есть гинеколог, и есть вопросы, которые, возможно, она в них некомпетентна. Она может обратиться к нему, спросить, узнать, и в том числе дать информацию своей дочери, и, возможно, даже порекомендовать этого же гинеколога. И дочь может гинекологу рассказать больше, чем маме. Вот. Итак, большое спасибо, уважаемые эксперты. Большое спасибо вам за то, что были нашими телезрителями. Ну, а сейчас я попрошу, Диана, давайте подведём результаты голосования. Как там, они изменились? Хочу напомнить нашим телезрителям, что мы предлагали им ответить на вопрос, будут ли наши мамы в частности проводить вакцинацию девочек от вируса папиллома человека. Касательно результатов хочу сказать, что по двум позициям они существенно изменились, по одной позиции нет. Итак, 9% считают, что не стоит проводить вакцинацию, поскольку это бесполезно. 65% будут проводить для того, чтобы уберечь своих дочек от онкологических заболеваний, и 26% дозвонившихся к нам в студию пока ещё не решили, будут проводить или не будут проводить, поскольку считают, что ещё пока мало знают об этой вакцинации. Спасибо. Да, мнение у нас, скажем, очень быстро, доктор. Очень быстро. Я хочу просто резюмировать. и я понимаю, что некоторые мамы просто сомневаются в том, что вакцинация сейчас модна, потом не модна, новые исследования пришли, и где-то они, я с ними согласна, что действительно нет вот таких глобальных исследований. Но, помните, в начале передачи мы говорили, что носить вирус может практически вот 90-80-90% женщин, но болеют-то раком, шейки, матки, вот даже по данным главного онколога, это каждый вот из тех носителей, это около 20, да, вот даже меньше, меньше процентов. И все зависит от того, насколько здоровая женщина и ее иммунная система. То есть у нас, нас природа придумала достаточно гармонично, достаточно... Все, доктор, спасибо большое. Мы заканчиваем. У нас осталась только рубрика «Смотрите нашу программу в следующий понедельник», а сейчас рубрика, которая называется «Надежда на будущее. Открытие и изобретение в сфере медицины и здоровья». Всего доброго. До свидания. До свидания. Маленький волшебник. Под таким названием ученые-программисты из России разработали и опробировали компьютерные программы, помогающие детям трех-пяти лет избавиться от дефекта зрения. Испытания показали, что у большинства пациентов уже через 2-3 месяца регулярных тренировок за компьютером устранились признаки косоглазия. Как уверяют эксперты, выполняя несложные задания, у детей активируется деятельность головного мозга и они учатся совмещать объекты. От рака простаты разработана вакцина. Она создана на основе белка ПАП-114, который в 90% случаев останавливает рост опухоли. Инъекции активизируют иммунную систему, благодаря чему останавливаются злокачественные процессы. По оценкам ученых Великобритании, вакцину следует вводить несколькими сериями. Испытания на животных проведены успешно, однако для заявлений о благоприятном действии на людей необходимы дополнительные исследования. 3,5 тысячи евро плюс капсула шарик и как результат минус лишние килограммы. Методика борьбы с ожирением при помощи капсулы шарика используется в ряде европейских стран. Смысл регулирования аппетита пациента и как следствие долой лишние килограммы. Спустя время волшебное устройство извлекается, а вот навыки более здорового и сбалансированного питания остаются. Польза витамина Д может оказаться мифом. Американские исследователи выяснили, что употребление витамина Д лишь в 15% случаев помогает избежать сердечных приступов, инсультов, рака, переломов костей. По мнению экспертов, низкий уровень витамина Д может быть не причиной заболеваний, как считалось ранее, а лишь их следствием. Японские ученые научились превращать старые клетки крови в стволовые быстрым и дешевым способом за 30 минут и с помощью кислоты. Исследователи провели эксперимент на мышах. Клетки их крови путем воздействия кислоты трансформировались в стволовые, хотя некоторые погибли. Исследования в этом направлении будут продолжены. В России проходит первая стадия испытания вакцины от рака. Революционность метода заключается в том, что перед началом введения нового препарата клетки человеческого организма осматривают, оценивают и настраивают на военные действия против опухоли. Иными словами, ученые разработали препарат, способный помочь человеку самостоятельно одолеть раковое заболевание. Чип плюс очки равно первичное зрение. Найдено решение, которое поможет в будущем тем, кто страдает слепотой, вызванной, в частности, дегенерацией сетчатки. Новая технология предполагает наличие у пациента чипов сетчатки глаз и ношения оптического устройства, очков. Пока в общей сложности сделано чуть более восьми десятков операций такого рода. Стоимость одной с реабилитацией около ста тысяч евро. Благодаря новому методу даже полностью слепые от рождения или ослепшие в результате болезни люди могут обрести хотя бы первичное зрение. Squeak для нового метода. 改ил сло Санковский. смотрите, в кофе, я так и иду, Milliarden, надежды, бадалите в кофе и в кофе. Продолжение следует...